По поводу того, что крестить детей в младенчестве или в совершеннолетии, они сами пускай выбирают и крестятся, но это совершенно неразумный подход, на мой взгляд, потому что если так рассуждать, то тогда их не надо учить вообще ничему. Вот они бегают на четвереньках, вот они вырастут и поймут, удобнее им ходить на двух ногах или на четвереньках продолжать бегать. Что вы им навязываете? Их зачем тогда математике, русскому языку, физике, химии учить в школе? Вот они вырастут, станут взрослыми, поймут, нужна им эта математика, физика, химия, русский язык или нет, и сами выучат. Тогда зачем их учить нравственности, добру и всему, что, собственно, учат родители, чему учат? Зачем их учить, как правильно держать ложку в руке? Может, им это навязывание? Может быть, им это неудобно? Может, им лучше, так сказать, лакать, как собачки? Вы понимаете, мы... абсурдность этого подхода. Родители всегда детям навязывают то, что родители видят, будет на пользу ребенку и полезно в течение всей его жизни. Если этого обучения не будет, то тогда ребенок вырастает, как дикорос, ну, как маугли, фактически. И он даже в этом случае, когда, ну, были же такие случаи в жизни, находили детей в джунглях, они бегали на четверенниках, они разговаривали на языке обезьян, и ничего не понимали. Причем, что самое страшное, если до семи лет их не находили, то потом, после семи лет, человек уже не способен полностью переучиться. Поэтому до семи лет желательно вложить христианские основные принципы жизни. Принципы любви, принципы доброты, принципы милосердия, принципы послушания родителям и прочие принципы, которые заложены в православном вероучении, если этого вы не сделаете, то потом уже поздно будет, потом этот человек будет сопротивляться, потом в него уже будут вложены другие принципы. Человек не может быть пустым и ждать, когда вырастет. Есть поговорка хорошая, свято место, пусто не бывает. И этот ребенок из мультиков, из фильмов, из общения со своими сверстниками, он наберется непонятно чего. Вместо того, чтобы эту душу заполнить правильными принципами жизни, она будет заполнена мусором, непонятно где собранным ребенком. Поэтому здесь это родительская, так сказать, необходимость, чем раньше, тем лучше вложить христианские принципы жизни в душу ребенка.